Браслет Шамбала Для плетения нам понадобится 9-10 бусинок побольше диаметра и 2 бусинки такие же точно, но меньше диаметра. Можете взять обычные бусинки круглые, можете взять, как я, квадратные, в принципе, какие вам хочется. Если будете брать бусинки крупные, круглые, ну, к примеру, вот как у меня желтые, то вы должны взять такие же точно бусинки, но меньше диаметром, всего лишь 2 штучки. Они у нас будут для завершения кончиков браслетика. Итак, в общем, как видите, я взяла красные квадратики, вот такие вот, и точно такие же красные квадратики, но поменьше. Ими я буду и плести. Теперь, ниточка для плетения, веревочка, вам понадобится полтора метра. Две булавочки небольшие, зажигалка и ножнички. От основной ниточки обрезаете ниточку длиной 31 сантиметр. У меня длина, обхват запястья длина 15 сантиметров. Я взяла в два раза больше, плюс сантиметр запаса. Теперь, завязала на одной стороне узелочек, продела бусинку маленькую, которая у нас по диаметру, и завязала, застегнула, в общем, булавочкой. Теперь, берем вторую часть, та, которая у нас осталась свободная, одеваем все бусинки. Если у вас 9, значит, одеваете 9, если 10, значит, одеваете 10. В принципе, разницы нету. 10 просто делаете поменьше, как сказать, между бусинками, меньше делаете узелков. Итак, в общем, одеваете все бусинки. Нанизали все бусинки большого диаметра, и теперь последней одеваете вторую маленькую. После того, как одели все бусинки, завязываете узелочек плотненько, и вот здесь вот подправляете, чтобы у вас максимально он близко находился к краю, то есть к окончанию ниточки. И лишь после этого хорошо затягиваете его, лишнее все обрезаете, что вам не нужно здесь. Вот здесь вот на краешке ниточки, вот так вот. И подпаливаете этот краешек. Хорошо формируете его, чтобы он у вас был красивенький. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Теперь берете вторую маленькую булавочку и с другой стороны прикрепляете нашу ниточку, как бы немножечко ее натягиваете. Вот мы закрепили. У нас получилось на натянутой ниточке с обеих сторон перед булавочками те бусинки, которые меньше диаметром. А посерединке мы с вами оставили наши бусинки, те, которые больше диаметром. Теперь их приблизительно распределите, вот так вот, по ниточке. И между ними мы будем плести. Берете остаток веревочки, ниточки, от которой мы обрезали 31 см. Слаживаете пополам и ложите в начало плетения. Вот так вот отметили себе половинку. Можете еще раз сравнить, кому интересно. Ну, в принципе, не обязательно там прям-прямь-прямь серединка. И теперь начинаем плести. Слаживаете вот так вот пополам под ниточкой. И теперь один краешек ложите, вот как бы согнутой дугой. Ниточку ложите вот так вот, как бы прямо. А получается левую ниточку ложите на нее. И продеваете под всеми ниточками в эту дугу. Будем плести мы шамбалу нашу плоскими узлами, макраме. Теперь я поближе вот положу и начинаем так. Снова дуга с левой стороны, правая ниточка ложится на все сверху. Под веревочки полностью пропускаете все ваши ниточки и вытягиваете. Закрепляете немножечко. Теперь с другой стороны делаете дугу. Левую ниточку ложите сверху. И левую же ниточку, которую положили сверху, продеваете сквозь дугу. Снова затягиваете. И так чередуете. Правую сторону делаете дугой. Левую накидываете сверху и продеваете. Точно так же левую делаете дугой. Правую сверху и продеваете. Снова чередуем. Правую положили дугой, левую сверху. И сквозь все ниточки снизу продеваем в дугу, в образовавшуюся колечко, нашу ниточку. Теперь с левой стороны делаем дугу. Правую ниточку ложим сверху. И продеваем в образовавшуюся колечко ниточку. Снова затягиваем. С правой стороны делаем дугу. Левую сложим сверху. И под всеми ниточками продеваем. Пока бусинки мы не трогаем. Снова затянули. И теперь с левой стороны делаем дугу. Правую ниточку сверху. Под всеми ниточками продеваем в образовавшуюся колечко. И затягиваем. После того, как мы сплели небольшое расстояние, буквально сантиметр, мы с вами сюда проденем бусинку. Вот, у меня сантиметр проплетен. Я беру бусинку, сюда подтягиваю. И теперь начинаю. С правой стороны делаю дугу. Левую сверху. И под всеми ниточками продеваю вот так вот в образовавшиеся колечко. Таким образом я закрепила бусинку. Теперь с левой стороны я беру, делая дугу. Правую сверху. Под всеми ниточками продеваю в образовавшееся колечко. И все затягиваю. Сначала одну, затем вторую. Вот, хорошо подтянули со всех сторон. Теперь правую ложу, левую сверху. И в образовавшееся колечко протягиваю ниточку. Теперь с левой стороны делаю дугу. Правую ложу сверху. И под всеми ниточками в образовавшееся колечко пропускаю. И чередуем. Справа, слева, справа, слева. После того, как мы эти узелки доделаем, снова поднимаем вверх бусинку одну. И после нее провязываем где-то 6-7 миллиметров. Здесь абсолютно ничего сложного нет. Справа ложите. Слева, справа, слева. Вот, провязали немножечко. Снова одну, ой, проплели. Снова бусинку подтягиваете. Слева делаете дугу. Правую сверху в образовавшееся колечко. Подтягиваете ниточку. И теперь справа делаем дугу. Левую сверху. Под всеми пропускаем ниточку. Теперь слева делаем дугу. Справа ложим правую сверху. И в образовавшееся колечко пропускаем ниточку. С правой стороны делаем дугу. Левую сверху ложим. И под всеми ниточками пропускаем ниточку в колечко. Теперь снова слева, справа, левую сверху и под всеми ниточками. В общем, чередуете справа, слева, справа, слева. И вот таким образом постепенно-постепенно добавляете ваши бусинки. Закончить нужно таким же плетением. И померяйте на ручку, чтобы у вас полностью сплелся размер браслета. Когда будете плести браслетик, померяйте его таким образом, чтобы у вас на ручке не хватало до объема руки полного закрытия 2 см. Когда у вас останется 2 см, считаем, что плетение нашего браслетика окончено. Вот, я доплела длину своего браслетика. У меня получилось 12,5 см. Я считаю, что более чем достаточно. Если у вас 13, отлично. У меня получилось между бусинками по 5 протяжек. То есть, вот этих вот получается, как я вам говорила, дуга. Затем налаживаете и продеваете. То есть, у меня по 5 таких протяжек. И 9 по краям. То есть, в начале и в конце. Вот, в начале и в конце по 9. Итак, сейчас, довязав 9, я вам предлагаю развернуть браслетик, получается, внутренней стороной. И завязать кончики ниточек. То есть, завязать хороший тугой узелочек. Причем, сейчас нужно будет обрезать вот эти ниточки хорошо. И подпалить зажигалочкой или спичечками. В общем, сделать их плоскими. То есть, чтобы они немножечко, даже я вам сказала бы, подплавились. И вот таким образом нужно будет их немножечко придавить. И обрезать вот самый-самый, вот, под самый исток, скажем так, ниточки возле наших узелков. Вот, обрезали кончики, подпалили. И теперь освобождаем наше плетение от булавочек. Снимаем все закрепы. И теперь, смотрите, у нас получается по серединке плетение. И по бокам одинаковое. Ну, практически там всегда прям идеально одинакового не получится. А вот там плюс-минус сантиметр. Если у вас сильное различие по бокам, то предлагаю вам немножечко подтянуть. То есть, от короткого края потяните, у вас плетение, в принципе, должно тянуться. И так постепенно-постепенно подвигаете. Подтягиваете. Вот, я сейчас померяю. У меня где-то разница в сантиметр. Можно так оставить, а можно еще потянуть за край, там, где у нас покороче, и натянуть его на длине. Почему у нас получается такой эффект? Потому что у нас плетение так таковое сверху. У нас основная ниточка движущая. Ну, то есть, если вы вот так вот попробуете, подергаете, то у вас основная ниточка остается на месте, а браслет имеет подвижность. То есть, вот, смотрите, сейчас я подвинула. Видите, у меня одинаковая. Если же у вас сильно не получилось подпалить, чтобы не торчало, еще попробуйте вот так вот прям, ну, я, как бы сказать, пытаюсь расплавить. Вот. Обязательно, чтобы не было никаких торчащих кончиков, которые будут вам в ручку давить. Итак, выравниваем вот эти, которые мои края внутренние, то есть, которые у нас подпалены и так далее. В общем, мы их вовнутрь слаживаем. И, как вы видите, вот у меня, сейчас я немножечко еще подправлю, растяну немного браслетик, потому что я поправляла. И меряем на ручку. Он у нас, как вы видите, немножечко маловат. То есть, вот у нас есть расстояние между, вот, между нашими окончаниями браслета. И теперь нам вот таким образом нужно положить, чтобы один край был перекрещенный с другим. Вот. И теперь вот в таком же положении мы будем сейчас связывать. Как мы будем связывать? Берем из отрезавших ниточек самый длинный кусочек, который у вас есть. И делаем все то же самое, что мы делали в начале плетения самого браслета. Вот мы выложили перекрещенные кусочки браслета, вот, как бы кончики. И снова берем ниточку и под них всех вложим. Теперь, смотрите, делаем все, опять же повторюсь, то же самое. Ложим дугу, затем сверху и под все-все ниточки продеваем, вот, краешек. Теперь точно так же с левой стороны продеваем краешек и в образовавшуюся петельку вот так вот протягиваем ниточку. Теперь с правой стороны левую сторону протягиваем, с левой стороны правую. И так делаем немного длинную такую вот, скажем так, фиксирующую часть браслета. С лева направо, справа налево делаем несколько таких вот узелков. Чередуете, если справа, то левую, ложите сверху и продеваете через все ниточки. То есть, как вы видите, мы плетем то же самое, что и в начале, так мы плетем, закрепляя их и между собой в конце. Но у нас уже посередине две ниточки. В начале у нас была основная одна. И так продолжаете плести максимально, сколько у вас позволит длина нитки. И так, вот я доплела, сколько мне позволила ниточка. Теперь обрезали кончики. Перед тем, как обрезать, обязательно завяжите узелочек. И теперь снова подпаливаем. Только подпаливайте, не дотрагиваясь до основной ниточки нашей, до вот этой, чтобы у нас получился, так сказать, эффект стягивания и растягивания. Я плела туго, поэтому у меня сейчас пока туго будет. Со временем оно расслабится. И будет не такое тугое. И так, в общем, получился у нас эффект стягивания и растягивания. Вы одеваете на ручку, а затем тянете в разные стороны. Вот оно у вас затягивается. Но сейчас еще раз повторюсь, я плела туго. Возможно, вы не так туго, поэтому у вас получится более такое, в общем, слабенькое. Если у вас получились очень длинные краешки, вот здесь вот, где наши маленькие бусинки, то я вам предлагаю одеть на ручку, померить, чтобы у вас был браслетик, одевался на руку. Вот у меня не одевается, немножечко потяну. И после того, как у вас поместится ручка, я вам предлагаю посмотреть, сколько вам можно еще обрезать кончиком. Ну, то есть, сейчас вам, например, можно вот эту бусинку немножечко обрезать в кончик, заново завязать узелок и обязательно не забудьте его подпалить, чтобы он у вас не развязался. То есть, сейчас можно вот на расстоянии где-то сантиметра уже оставить бусинку, ну, то есть, не более того. Точно так же и с этой стороны смело можете обрезать еще сантиметр и завязать узелочек, потому что у вас здесь запас ниточки есть. Смотрите, у нас вот я сняла с раскрытым браслетом. И сейчас я могу смело вот здесь вот перевязать узелок. Не обрезайте, а, наверное, сначала перевяжите узелок, чтобы вам было не так тяжело потом его завязать и неудобно. Вот, поэтому сначала, наверное, завяжите узелок, а затем, вот, перевязали. Смело, я же еще раз повторюсь, сантиметр убираете, обрезаете и подпаливаете. Формируете красивенькую такую гулечку, которая у вас не распустилась, чтобы. И с другой стороны проделываете то же самое. Хотите, если вас не смущает такая длина, можете так и оставить. Мне, в принципе, честно говоря, хочется немножечко покороче. И так, вторую делаете то же самое. Завязываете узелочек, затем затягиваете его хорошо, обрезаете и подпаливаете кончик. И вот получился у нас такой замечательный браслетик. Я надеюсь, что вам было все понятно. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!